МОСКОВСКАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТИ В течение недели слушали лекции и делились опытом друг с другом. С лекциями выступили авторитетные ученые, преподаватели практики, представители органов государственной власти, религиозных организаций России. Эти курсы очень полезны для нас, потому что имеют практическую цель. Вот, например, сейчас мы слушали Леонида Рудольфовича Секьянина, специалиста по исламскому праву. Мы напрямую получали ответы. Вопросы, которые обсуждаются на круглых столах, касаются практически всех сфер современной жизни. К примеру, имамы, помимо духовных знаний, получают актуальную юридическую и правую информацию, разбираются в документообороте и делопроизводстве. Курсы учебные крайне актуальны. Жизнь идет и развивается очень динамично, особенно в последнее время, что делает необходимым постоянно сверять уровень знаний, информацией, которую имеют наши представители разных регионов Российской Федерации, мусульманских сообществ, обмениваться информацией, мнениями, слушать различных специалистов. Крайне важно. Задачи, которые стоят перед мусульманским сообществом, так же, как и задачи перед всей нашей страной, очень серьезные, постоянно меняются, особенно в последнее время. Поднятые вопросы на этих курсах очень важны, потому что были приглашены очень серьезные специалисты на уровне как Риховский, как и Славянского правового центра, и Сукьянин. Я думаю, что эти курсы будут важны не только для руководителя, а вообще для мусульманов, вообще всего, всех регионов. Потому что мы, мусульмане, сегодня, как бы, многие живут не в современных реалиях. Они привыкли их, в частности, имамы привыкли читать книги, такие фундаментальные книги, но с реальностью они, как бы, когда сталкиваются, у них появляется некое такое противоречие. Ученые, которые решали вопросы и проблемы в прошлых веках, они уже не решат наши современные вопросы. Поэтому, привлекая вот этих вот специалистов, современных именно специалистов в тех или иных направлениях, это, думаю, решит часть наших проблем. Пандемия внесла свои коррективы в организацию форума. Верующие ограничились только устным приветствием, временно отказавшись от рукопожатий и объятий. Курсы проходят в соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, социальной дистанции и масочного режима. После нескольких месяцев дистанционного общения религиозные деятели встретились лично. Обычно говорят все то, что те самые знания можно получить в интернете, можно прочитать, можно в книжке, но это не заменяет живого общения. Потому что здесь мы обычно задаем вопросы, то, что есть непосредственно практические занятия. И поэтому я считаю, что это очень полезно. Конечно, основой нашей религии является это знание. А здесь конкретная тематика государственных конфессиональных отношений, знание правовых аспектов, регистрация и осуществление деятельности регионных организаций – это очень важная и нужная информация. Много проблем, много вопросов из-за того, что незнание вот этих законов, регулирующих именно вот эти юридические вопросы. В ходе своей деятельности мы сталкиваемся с проблемами уставной деятельности, с проблемами понимания джамаата уставной деятельности. И вот эти вот моменты, которые были озвучены на курсах повышения квалификации, передавая уже дальше по МРОМам, местным религиозным организациям, внося ясность в этих моментах, мы добиваемся успешных результатов в нашей деятельности. По окончании курсов слушателям вручили удостоверение о повышении квалификации. Имама и имам Мухтасибы, вооружившись новыми знаниями, отправятся в десятки регионов страны, чтобы поделиться ими с местными жителями. Ариф Тухаев, Медина ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова